Дональд Трамп на первом, после покушения митинга своих сторонников, заявил, что в случае победы на президентских выборах добьется урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. На уходящей неделе экс-президент США объявил о своем выборе кандидата в вице-президенты. Демократическая партия в ужасе, пишут эксперты, в Европе это решение назвали катастрофой. Чем известен сенатор Вэнс от штата Огайо, создавший себя сам, рассказал политолог-американист, автор и ведущий программы «Американские горки» на Вестях ФМ Дмитрий Дробницкий. Если бы речь шла об обычных выборах, о регулярном электоральном процессе, конечно, партнеры по предвыборной гонке выбирают таким образом, чтобы смягчить и оттенить некоторые качества, что называется, первого лица, первого участника гонки. Ну или привлечь в голоса каких-то избирателей, которые еще не определились, которые могли бы примкнуть к кандидату, но чем-то вот этот его кандидат номер один не устраивает. Так было в 16-м году у Трампа, когда он выбрал себе партнером по гонке Майка Пенса, который вот такой более мейнстримного республиканца представлял, и одновременно такого авторитета среди религиозных правов в Америке. Но сейчас ситуация явно другая. Выбран был кандидат, который действительно еще более радикален в трампистской повестке, чем, пожалуй, даже бывший президент США, ну и, возможно, будущий. И в этом смысле это такой какой-то не вполне заход на обычную избирательную кампанию. Это, скорее, игра на обострение в гражданском конфликте. Мол, ну, вы хотели меня убрать? Ну что ж, за мной вот этот парень, он еще и молодой, и, по всему прочему, иметь дело будете с ним. И это, конечно, очень многое нам говорит о настрое. Вот ядра трампистского республиканской партии о настрое самого Дональда Трампа. В общем, ну, скажем так, либералы — это война. Вот что сказано этим выбором. Джеймс Дэвид Вэнд действительно очень молод. Ему только то ли в августе, то ли в сентябре должно исполниться полных 40 лет. При этом он такой плоти от плоти вот той самой Белой Америки, которая, в общем, избрала Трампа в первый раз в 16-м году. Он родом из штата Огайо, он человек неблагополучный, крайне неблагополучный. Семьи, тем не менее, хорошо учился, он побывал в морской пехоте США. Правда, не в боевых частях он занимался связями с общественностью, но в Ираке побывал. Он после этого сумел на армейскую стипендию, ну, точнее, на армейский такой кредит на образование поступить в университет Огайо. Позже закончил геймскую, так сказать, школу права. Сделал сам себя, что называется. Ему никто денег-то не давал. Но вообще знаменитым он стал, и политиком он стал после того, как от полноты чувств, что называется, написал знаменитый бестселлер Элегия Деревенщина. Хилли Билли Элоджи такая вот была книга, которая просто, в общем, если вот, понимаете как, если читать чисто политические лозунги трампизма, ну, наверное, можно прочесть книгу Трампа или книгу его бывшего стратега Стивена Беннера. А чтобы вот понять психологически, социально вот ту Америку, которая сбунтовалась против либерального мейнстрима, надо, конечно, вот эту читать Элегию Деревенщины. Вот эта вот трагедия этого самого работоспособного американца глубинного, которого, в общем, отобрали его собственную страну, который теперь даже не очень понимает, который дезориентирован, но очень хочет вернуть свою страну, свою Америку, который не очень понимает, зачем Америке быть вот настолько империей, чтобы разорять собственный штат. Это, собственно говоря, в глубине самой страны. Вот это там было изложено просто с точки зрения простого человека гениально, на мой взгляд. И с тех пор, конечно, его стали толкать в политику, потому что, ну, сильно сказано, что называется. Ну, так вот, поначалу он попал под влияние таких более мейнстримных республиканцев, даже отметился местными антитрамповскими довольно жесткими высказываниями. Но позже парень сообразительный отошел от этого всего дела, и уже при поддержке Трампа в 2022 году, то есть совсем недавно стал сенатором от штата Огайо. Это такой молодой на взлете, на разгоне политик. При этом, поскольку он и жизнь понюхал, и экономику понимает как бизнесмен, а он ведь и бизнесом успел позаниматься, и хорошей закваски человек, да, и образован, он хорошо понимает те вещи, о которых говорит. Вот у него есть это качество, которое сейчас не очень в части на капиталистском холме-то, да. То есть вот если он говорит по Украине, у него действительно есть факты, и он готов говорить о цифрах, готов говорить о шансах и так далее. И в этом смысле это такой очень взвешенный человек, но одновременно очень заряженный на борьбу с либеральным мейнстримом глобальным. И поэтому, конечно, это выбор такой очень жесткий, это прям открыто брошенный перчатка либеральному эстеблишменту. То есть, ну да, давайте объединимся, что называется, под моими знаменами, как сказал Трамп. Но, в общем, это даже по отношению к эстеблишменту Демпартии, это такой месседж, знаете, не давайте договоримся, а, знаете, сдавайтесь, сдавайтесь. Вот это было как бы такая жесткая. Я даже видел такой комментарий, что, мол, теперь убивать Трампа бессмысленно, потому что за ним стоит такое второе лицо, что оно будет для либералов еще хуже, чем сам Трамп. Ну это, конечно, так сказать, такие уже чисто эмоциональные оценки, но если говорить серьезно, то, в общем, Трамп абсолютно уверен в своей победе и обеспечивает себе, что называется, тыл в виде человека, который и ему лоялен, и бесконечно, конечно, при этом всем тем идеям, которые вот он двигает там уже с 16-го года. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Вести ФМ программа «Наша Арктика» в студии Марат Сафаров. Совсем недавно, 1 июня, ушел из жизни выдающийся полярник, ученый-океанолог, первый вице-президент русского географического общества, общественный и государственный деятель, герой Советского Союза и герой Российской Федерации Артур Николаевич Челенгаров. Напомним лишь несколько фактов из его богатейшей биографии, тесно переплетенных с историей освоения Арктики. Артур Челенгаров был руководителем научной экспедиции к Северному полюсу на атомоходе Сибири, трансконтинентального перелета на Ил-76 в Антарктиду. В 1985 году он принимал участие в спасении научно-исследовательского судна Михаил Сомов. И в следующем, в 1986 году, за руководство этой спасательной операции, проявленной при этом мужество и героизм, Артуру Челенгарову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1987 году он возглавил поход атомного ледокола «Сибирь», достигшего 25 мая того же года Северного полюса. И в Государственную Думу Артур Николаевич избирался по Ненецкому одномандатному избирательному округу, тоже всегда находился в течение всей своей политической, государственной деятельности. На связи с северянами, постоянно приезжал в Арктику, продолжал организовывать и возглавлять полярные экспедиции, занимался развитием арктического туризма. И многое-многое, я думаю, что многим нашим слушателям памятные события 2013 года, когда Челенгаров зажег Олимпийский огонь на Северном полюсе, об этом рассказывалось, были очень трогательные и в то же время величественные репортажи. Это в рамках эстафета Олимпийского огня зимних игр 2014 года в Сочи. И все это, все это один человек выдающийся, который ушел из жизни, напомню, 1 июня. Сегодня мы будем вспоминать Артура Челенгарова с легендарным российским путешественником, президентом экспедиционного центра Арктика Русского географического общества Владимиром Семеновичем Чуковым. Владимир Семенович, приветствую вас в эфире Вести ФМ. Добрый день. Первый вопрос, но он, наверное, традиционный, но он будет и точкой отчета все-таки. Когда состоялась ваша первая встреча с Артуром Челенгаровым? Вы знаете, помню, как вчера, этот момент, причина была не потому, что я без Арктики жить не мог, немножко другая, если можно, я об этом вспомню, расскажу. Я его увидел в начале 80-х, может, даже в 81-м, да, не представляя, кто это такой. Он был сотрудником, ну, высокого ранга, сотрудником Росгидромета. А причина, которая меня туда привела, в это государственное учреждение, была, ну, очень простая. Я уже в те годы занимался достаточно серьезными экспедициями, будучи военным, да, сотрудник научно-института военной информации. Каждый отпуск проводил в походах. Ну, и вот первые мои походы в Арктику, они вот как раз в этот период происходили, 70-е, 80-е, ну, и вот, 80-е. И вдруг я, вернувшись из одного из своих путешествий, и написав небольшую заметочку, так сказать, да, для своей, ну, мягко сказать, стенгазеты, назывался, естественно, газет «Красный воин». Да, газета, настоящая газета, да. И вдруг меня не принимают, вот, мои воспоминания, мой дневник. Я говорю, а в чем дело? А вот и есть такая служба, значит, она проверила, и не дает вам добра. Я говорю, какая такая служба? Я майор советской армии, да, и мне кто-то будет... Я говорю, а с кем разговаривать на эту тему, чтобы вопросить, недоразумение? Ой, вы знаете, ну, понимаете, это лучше его не касаться. Я говорю, не может такого быть. Вот, и я говорю, такой человек, если мне что-то вот непонятно, я отойду до самого верха. Ой, тогда он долго идёт. Одним словом, вот, я пытался найти этого человека, и потом в стрелке указали на это замечательное здание на улице Павлика Морозова, где Артур Николаевич был в ранге там чуть ли не зама у председателя этого учреждения. Росгидромета. Росгидромета. То есть, по сути, вот такой уже зрелый Челенгаров был и учёный, и в то же время уже, можно сказать, и государственный деятель. Он был, да. Но тогда, конечно, ещё не было ни Думы, ничего. Это был Советский Союз, вот это начало перестройки и прочие дела. Вот, я дождался, когда меня пригласят, я пришёл к нему, и говорю, так и так, майор Чуков, значит, вот у меня такой образ. И рассказал этот сюжет, что, значит, мне не даёт опубликовать мой материал, вот, первый день прошли то-то, да. Ну, как не даёт? Я говорю, ну как, вот я тоже с этим вопросом к вам, потому что все показывают на вас, вот вы самый главный в этом деле. Да нет, ну я этим делом вообще-то не занимаюсь, но, говорю, ну, значит, что-то другое от вашего имени. В общем, не буду я вот лезть вглубь, но нашли и того человека в стенах этого здания, да. И самое-то главное, он говорит, слушай, майор, ну, вот какие-то слова были сказаны, что я понял, что мы с ним на одном языке и на одной такой волне. Что вы полярники? Ну, вот то, что он полярник, это я узнал, да, а то, что он во мне увидел человека неравнодушного и настойчивого, это он прям не скрывал. Слушай, ну-ка дай-ка мне эту рукопись. Я ему отдаю конверт, где-то там стоит виза, нельзя. Он при мне прямо написал. В печать попрощался как с другом. Говорит, а я вас всегда буду тут ждать, если будут какие-то проблемы. Я говорю, спасибо, вот эту проблему вы решили, а остальные не предвидятся. Я привык свои проблемы решать. Вот это я увидел человека, это потом он стал политическим деятелем, великим, так сказать, авторитетом среди всех полярников. А тогда он был, ну, в общем-то, человек, тоже решавший очень серьезные проблемы и задачи. На нем держалась вся кадровая политика Росгидромета. Любая кандидатура после Института Арктики и Антарктики, ну, наверное, не любая, но руководящего человека, да, она проходила через него. И поэтому в те годы он уже был настолько известен, настолько, ну, сказать, популяры нет, но человек, от которого зависела судьба многих-многих полярников. А полярные экспедиции, вот, собственно говоря, они же ведь самые знаменитые, как раз на 80-е годы приходится, его экспедиции. Вот о них очень было бы интересно, ведь они все были, ну, как и любая экспедиция вообще, а арктическая тем более, связана с колоссальным риском, но как-то вот риск сопровождал Артур Николаевич, по сути, в течение всей жизни. Ну, вы знаете, это такой вот здоровый авантюризм. Вот что, собственно, нас и сблизило? Потому что быть полярником каким-то вот от какой-то, от кафедры, от какого-то университета, там, только лишь ученый, но это не полярник, это большой, крупный, может быть, специалист, настоящий полярник, это тот человек, который не видит перед собой преград, если это ему нужно. Вот таким был Артур Николаевич. Он руководил и трифующие станции, по-моему, СП-19, много задач ему вешали на плечи, такие, которые, ну, никто, я больше чем уверен, не мог бы решить. Но вот благодаря этому качеству, этому, может быть, характеру, он всегда оказывался в тех точках и в то время, когда надо было спасать ситуацию. Это было и там с Сумовым в Антарктиде, когда там, понимаете, люди не могли ни выгрузиться, ни поменять состав, а он стоял там на это самое, в альдах затертый. Это, собственно, 85-й, да? 85-й год. Ну, в общем, вот такие вот дела, они, ну, как-то они друг друга находили, эти проблемы. Артур Николаевич, как человек, способный решить эти проблемы. Ну, а мы вот, мы именно, Артур Николаевич Ингаров и я, мы как-то пересекались с ним вот именно в таких ситуациях. Я помню, когда в 87-м году первая арктическая экспедиция на Сибири, по-моему, Сибирь, то ли Арктика, шла на Северный полюс, а мы в это время шли на лыжах, и у нас предполагалась встреча в точке Северного полюса. Ледокол, который выходит из Нурманска 8-го мая, 8-го мая 87-го года. А мы к этому времени должны были прийти. Ну, по ряду причин встречи не осталось, но по радио мы, так сказать, поздравились. То, что касается Антарктиды, его полет с Антарктиным, это вот первый в истории, значит, самолетик, вот этот вот двухплоскостной кукурузник наш вдруг оказался в точке Южного полюса. Мы тогда уже дважды были в Антарктиде, вот, с таким похожим, но очень, ситуацией, когда надо было тоже через каждые 3 секунды решать какие-то наваливающиеся проблемы. И помню, как мы сидели уже в его кабинете на этом самом, на Новом Арбате, он тогда был уже президентом Ассоции Полярдиков. Я ему рассказывал, где там можно приземлиться в Антарктиде. Без аэродрома, без ничего, это бесечка называется Патруит Хиллс, а там Блюайус, это территория, которая никогда не бывает покрыта снегом. И туда мы прилетали в 2000 году, тоже на Ил-76. И вот в 2002 году Артур Николаевич тогда прилетел с этим самолетом, это была победа вообще нашей тяжелой транспортной авиации, потому что раньше в Антарктиде таких самолетов не было. Ну, я могу долго рассказывать вот именно об этих... И каждая эта история очень важна, а ведь еще важно то, что Артур Николаевич, по сути, стоял у истоков уже достаточно теперь, можно сказать, развитого арктического туризма. Ведь он доказывал, что и непрофессионалы могут оказаться в Арктике и, самое главное, вернуться обратно. Ну, что сказать, понимаете, вот о чем бы вы сейчас не говорили, применители к Артуру Николаевичу, мы все время вот эти вопросы, вот и так судьба распоряжалась, что мы их обсуждали вместе, решение он принимал. Ну, он всегда спрашивал меня, поскольку, ну, к тому времени, к началу двухтысячных вообще, были мы уже друзьями. Он говорит, Владимир Семенович, любая твоя программа интересна, можешь смело говорить, что я поддерживаю. И вот развитие туризма, для меня это, честно говоря, была, ну, не очень радостная весть, потому что я понимал, насколько Северный полюс, не то, что он опасен там или да, это было для меня что-то святое. И когда туда открывается дорога каждому, у кого есть деньги, и не более того, ну, мне казалось, что-то как-то мы недооцениваем значение этой точки. Артур мне говорил, Владимир Семенович, времена такие. Надо уметь даже на своем вот любимом деле, ну, приносить какое-то, значит, это самое, зарабатывать какие-то деньги. Созданный, благодаря поддержке Артура Николаевича, вот этот вот ледовый аэродром, который получил название Борнео и работает по сей день, ну, правда, там уже руководство сменилось, но все это начало развиваться в начале 90-х, и первыми, кто осваивал эту технологию туризма, так называемого, арктического, опять была наша команда, наши ребята, там среди них были парашютисты, лыжники, там просто. Артур следил всегда за этим делом, всегда поддерживал, и благодаря вот этой поддержке в 92-м году в точке Северного полюса был совершен первый групповой прыжок, вот, типа, туристы, да, ну, там были спортсмены-парашютисты, были наши ребята, ну, там человек, наверное, 20-25, и в точке Северного полюса был поднят первый государственный флаг России 23 апреля 1992 года. С 93-го года начал работать тот самый ледовый лагерь Борнео, и там, кстати, уже началась вот эта вот деятельность по привлечению туристов, туда сотними, сотними привозили. Вот вы такие даты называете, да, с одной стороны, 80-е, это понятно, это такой пик развития Советской Арктики, но 92-й, 93-й год, кажется, спад всего во всем, везде, и членгаров при этом тему Арктики не просто в московских кабинетах, да, не дает о ней забывать, но и конкретные дела осуществляются в своей команде. Вот таким он был, и такого мы, ну вот люди, не погруженные глубоко в научные проблемы, хотя за 50 лет деятельности в Арктике мы уже и с этими проблемами познакомились, имею свое какое-то мнение, но вот именно таким мы его помним, и за это мы ему благодарны по последний свой день жизни будем, потому что тогда это при мне, это на моих глазах принималось на уровне руководства правительства страны, да, решение, что Арктия нам не нужна. Это черная дыра, туда деньги вкладывать, ну просто надо быть глупым человеком. Это звучало из уст председателя правительства того времени, понимаете? Я видел, как Артур Николаевич реагирует на эти вещи, у него прямо цвет лица менялся, руки, как это в той песне, моя ладонь превратилась в кулак. 92-й год, вообще вот удивительная история, вот в это поверить сложно, да, 93-й год создания станции, не сворачивания ее, о создании этой удивительной истории. Вы знаете, это, конечно, один бы он это не сделал, но вокруг него создавалась, ну сплачивалась команда неравнодушных людей. Я имею честь себя отнести именно к этим людям, потому что идея, мы Артур Николаевич питали этими идеями, он говорит, здорово, молодцы, я на вашей стороне, все, что надо, я вам помогу. Ну, слава богу, мы были достаточно мере самостоятельными, по мелочам мы его не тревожили, но он был в курсе каждого нашего шага, и после возвращения на Большую Землю он всегда нас встречал, и, так сказать, мы уже, как друзья, делились и ощущениями, и впечатлениями, он говорил, насколько это важно, насколько это важно нынче наше присутствие в Арктике, именно в Арктике. Еще тогда была вот эта перспектива, в кавычках, да, что это будущий театр военных действий. В геополитические моменты, ведь и касаясь северного морского пути, его огромного значения, вообще такой экономики, человек государственного масштаба, он вот это, скажем, в начале 90-х годов, когда это было многим неочевидно, он это понимал, в смысле, понимал-то понятно, транслировал это, говорил в своем кругу об этом? конечно, конечно, эта тема не угасала, но он был еще не просто грамотным политиком, вот, но он чувствовал, когда бессмысленно это говорить, это будет как об стенку горох, но если только ситуация складывалась, что его могут услышать наверху, он это произносил, он это произносил, ну вот, представьте, встроилась, создавалась эта наша инфраструктура в Арктике в советские годы, там, десятилетия, за два года там было уничтожено все, уничтожено, просто, от полярных станций до каких-то там баз, погранзастав, каких-то, ну, точек, где люди работали, и это было все на наших глазах, а мы ему рассказывали, Семенович, ты вот там ходишь, дай мне информацию о наших полярных станциях, ну, что значит, полярные станции, когда там люди работают, а там, ну, а когда там их десятки брошенных, в кавычках, законсервированных, да, никто не знает, в каком, а мы его, этой информацией питали, он просто, видно было, насколько тяжело этому человеку слушать наши доклады, а мы вот открыто. Но самое главное, благодаря тому, что в нем сочетался вот этот дух полярника и возможности государственного деятеля, и после 2000 года эти возможности, понятное дело, уже сочетались с государственной политикой в нашей стране, безусловно, эти дела, это возрождение, это становление нашего присутствия в Арктике, оно, безусловно, стало реализовываться уже не на словах, а на деле. Хотелось бы еще узнать хотя бы вкратце о научной деятельности Челенгарова, ведь океанолог, доктор географических наук, может быть, не в деталях, мы не профессионалы, я в частности, да, а хотелось бы вот именно, может быть, траекторию этого, в чем значение Челенгарова как ученого? Вы знаете, я не могу о Барторе Николаевиче говорить как об ученом, как представитель науки, но я знаю его отношение очень, может быть, даже жесткое к тем людям, которые занимались этим вопросом, научными исследованиями. Все-таки к ранние годы ему самому не проходило заниматься наукой, он был колоссального опыта организатор научной деятельности. Как изменился институт Арктики и Антарктики благодаря его усилиям, как формировались эти научные команды и в Арктике и в Антарктиде. Вот, благодаря позиции Артура Николаевича мы очень быстро не просто наверстали, да, но шагнули здорово вперед. Ну, а руководство страны, оно просто подарок сделало Артуру Николаевичу, когда сказал, Арктика, она практически это наше все. И сейчас мы просто, я лично не верю, потому что вот так удалось повернуть эту позицию с Арктикой. Да, безусловно. О научной деятельности, о разработках мы еще поговорим обязательно, мы обязательно вернемся к биографии Артура Николаевича Ленгарова и, конечно, его вклад в океанологию и в организацию науки, обо всем, обо конкретных исследованиях. Поговорим, может быть, именно так, как мы в нашей программе этого придерживаемся, чтобы всем нам было это понятно, поскольку понятно же, что это области очень узкие, для профессионалов рассчитанные, но нам хотелось бы всем об этом тоже узнать. Но сегодня самое главное, вот об этой дружбе, об этом сотрудничестве с легендарным Артуром Челенгаровым мы узнали из первых, можно сказать, узк, благодаря нашему сегодняшнему гостю, легендарному российскому путешественнику, президенту экспедиционного центра Арктика русского географического общества Владимира Семеновича Чукова. Я напомню только, а у нас программа беседы с Владимиром Семеновичем была в прошлом году, она доступна на нашей медиаплатформе смотрим, но все-таки сегодня Владимир Семенович скользь только отметил о своих путешествиях. Напомню, что наш сегодняшний гость является первым человеком в мире, который достиг Северного полюса на лыжах автономно четыре раза. поэтому здесь, что называется, сочетаются две легенды в нашей сегодняшней программе и, конечно, Артура Челенгарова мы будем помнить, помнить его дела, потому что дела его с каждым годом все более и более наверстываются, все более и более приносят пользу нашей стране. Спасибо огромное, Владимир Семенович. Спасибо. Наша Арктика Семенович.